Здравствуйте, дорогие дамы и господа! Прослойка номер 31. Ой, тяжелаты копор от Мешкана. Глава Трума. В нашей недельной главе, прошедшей Трума, да и в последующих главах до конца книги Шмот, рассказывается о строительстве Мешкана, переносного храма в пустыне. Одной из центральных составляющих частей Мешкана является святой ковчег Завета, в котором хранились 10 заповедей, скрижали с 10 заповедями. Индиана Джонс в фильме Riders of the Lost Ark довольно спокойно со своим арабским помощником и потом поднимает предполагаемый Арон Кодыш, ковчег Завета. При этом стоит задуматься, насколько он мог быть тяжел, и мог бы Индиана Джонс своим помощником с легкостью его поднять. Сам Арон Кодыш не представлял особой тяжести, потому что был сделан из очень прочного и легкого дерева, и только покрыт золотой пленкой. Скрижалик, находящийся внутри Арона, Мошер Абейну нес сам своими руками, поэтому они тоже не должны были быть чрезвычайно тяжелы. Вот крышка, так называемая Арона Кодыша, именуемая в Торе Капорет, представляет из себя серьезную загадку. Начнем с того, что Тора говорит о ее размерах. Обратим внимание только на сам борт, то есть основание Капорет, а даже не будем брать во внимание изображение Крувим, которое находится на ней. Вот это вот здесь отмечено на этой картинке. Ее размеры, говорится, в Торе. Длина ее 2,5 амод, ширина ее 1,5 амод. Локтя. 1,5 локтя и 2,5 локтя. Локоть. Вот он, египетский локоть в раскопках времен фараонов и около 52 сантиметров. Месопотамский локоть ассирийских царей времен тоже 52 сантиметра. Еврейские авторы дают размеры локтя, амма от 47 сантиметров до 57 сантиметра. Учитывая археологические источники, предположим, что амма это 50 сантиметров. Для того, чтобы выяснить вес Капорет, нам необходимо будет знать ее толщину. Но Тора не дает размер толщины или высоты, если хотите, Капорет. Однако наши мудрецы в Талмуде, Масеха Цука, говорят, что ее размер был Тефах, кулак. Это мнение приводится нашим стандартным комментаторам Нахумаш Раши, который говорит, что, несмотря на то, что не было дано толщины Капорет, наши мудрецы объяснили, что ее толщина 1 Тефах. Тефах — это где-то от 8 до 9 сантиметров, от 10 сантиметров, около 9 сантиметров в среднем. Поэтому, если мы попробуем рассчитать сначала объем Капорет, зная 2,5 аммод, умножим на 50 сантиметров, 1,5 аммод ширина умножим тоже на 50 сантиметров, у нас получится 9 375 квадратных сантиметров. Если потом это мы умножим на 9 сантиметров, на высоту, которую утверждает Талмуд, то у нас получится 84 375 кубических сантиметров. Какова плотность золота? Чтобы посчитать вес Капорет, нам нужно знать плотность золота. Тора упоминает, что сделать Капорет нужно из загавтагор, из чистого золота. Ну, чистое химическое золото имеет плотность 19,5, то есть в 19,5 раз тяжелее воды. Однако, наверное, безопаснее было бы предположить, что в древние времена чистое золото при этом все равно имело некие примеси. Поэтому будем на стороне более безопасной в расчетах. И предположим, 18 была плотность того золота чистого, которое использовалось для Капорет. Итак, 84 375 кубических сантиметров умножить на 18 у нас получается, что такая Капорет, одна она на мешкане, на Арон Кодыш, весила бы полторы тонны, не считая веса самого шкафа и не считая веса крови, находящегося на нем. Полторы тонны. Навряд ли Индиана Джонс с его арабским помощником смогли бы поднять такой ковчег. Более того, даже 4 Куэна, которые должны были нести ковчег, тоже, скорее всего, им было бы непросто нести свыше полторы тонны ковчег. И, скорее всего, деревянные шесты навряд ли бы выдержали полторы тонны. Но дело тут даже не в этом. Проблема возникает совершенно с другой стороны. Дело в том, что в главе Пикудей дальше, в конце книги Шмот, говорится, сколько всего золота было собрано. Всего золота было собрано для работы в мешкане. 29 кикаров и 730 шекелей. В своих предыдущих прослойках, в частности, в прослойке, посвященной празднику Пурим, люди гибнут за металл. Я уже обсуждал и размеры вес кикара, и вес шекеля. Если кому-то интересно, могут посмотреть. Это там. Один кикар, согласно Торе, это 3000 шекелей. Получается, что если 29 мы умножим на 3000, и прибавим 730, получается, что вес всего собранного золота был 87 730 шекелей. Если мы это умножим на 12, что по археологическим раскопкам максимальный вес шекеля библейских времен, у нас получится, что всего золота собрали чуть больше тонны. 1052,5 килограмма. Бесспорно, всего этого золота, собранного на строительство мешкана, не будет хватать только для одной крышки, для одной копоры. Не говоря уже, что надо было сделать минору из чистого золота, покрытие предметов храма, и кровим, и так далее. То есть, понятно, что у нас недостача около 500 килограмм золота. Многие могут мне возразить и сказать, на каком основании, мы там не признаем археологию, на каком основании ты используешь 12 граммов за шекель. Мы предпочитаем другие цифры, упомянутые средневековыми мудрецами. Пожалуйста, цифра, упомянутая Раши, 14,5 грамм за шекель, что в принципе соответствует тому, что являлось пол шекеля в римские времена. Все равно, даже умножая на эту цифру, у нас получается 1278 килограмм, и все равно мы в минусе на 300 килограмм, только чтобы сделать одну копорет. И даже если мы предположим в соответствии с фантастическими цифрами, которые часто распространяют сефардские раввины в современности, что вес шекеля это 18 грамм, что совершенно не соответствует никакой археологии, то даже тогда вес копоры, вес собранного золота всего получился бы 1579 килограмм. То есть, едва хватило бы только на подставку копоры, но не хватило бы остальных 79 килограмм в плюсе, не хватило бы на минору, на остальные шулхан, на остальные покрытия, и на все остальные предметы. То есть, понятно, что предположение, высказываемое Талмудом и приводимое Раши, что толщина копоры была один тефах, около 9 сантиметров, просто не соответствует тексту Торы. При этом я должен сказать, как говори, последуя правилу, отвергаешь, предлагай. Я хотел бы обратить внимание слушателей на комментарии Ибнезры, человека, который прекрасно знал и Масеха Цука, и размер, который упоминался там, что толщина копоры была один тефах, говорит Ибнезры, что от имени Рафсадия Гаона, Павелонского раввина 10 века, главного раввина, рапортуется, что весь вес копоры, вес этого прямоугольного основания, которое было вроде бы крышкой для Аарона Кодыш, и общий вес ее был один кикар, то есть, от 36 до 40 килограмм золота. Ибнезра, продолжая свой комментарий, говорит сам, Кфимашики Балну Мяво Тейну, то, как мы приняли традицию от наших праотцов, копоры весит один кикар, он тоже считает, что копоры весит от 36 до 40 килограмм, то есть, бесспорно, ни Рафсаадия Гаон, ни Ибнезра не принимали того, что сказано в Масеха Цука, что толщина копоры была один тефах, и вся из чистого золота. Если мы поставим их вес и обратным образом из этого веса попытаемся рассчитать, сколько же бы толщина, была бы толщина копоры, согласно Рафсаадию Ибнезра, получится, что ее размер был около 2-3 миллиметров. Понятно, что из чистого золота сделанная крышка для мешкана из 2-3 миллиметров прогнется под весом самих крувим, изображения ангелов, которые сделаны над ней. Поэтому правильнее всего скорее всего предположить, что арон-кодыш был сделан с деревянной крышкой, которая была так же, как и весь арон, покрыта золотым покрытием, тонким. Сверху на эту крышку, покрытую золотом, ставилась еще одна платформа золотая 2-3 миллиметров толщиной с крувим называемая Капорет. Если предположить так, тогда Капорет это не крышка мешка арона-кодыш, а некая структура, которая устанавливалась на крышку. С позиции геометрии, физики, механики такое объяснение строительства арона-кодыш намного больше соответствует тексту Торы. Конечно же, есть такие из нас, которые любят все объяснять чудесами и производить чудеса там, где объяснение не работает. Для таких людей, конечно, ни физика, ни математика, ни геометрия не будут иметь никакого значения. Однако, следует упомянуть, что мудрецы наши учат нас правилу Мы не имеем права надеяться на чудо, особенно во службе Всевышнему. Поэтому, скорее всего, когда Бецалил строил мешкан, он рассчитывал все не в надежде на чудо, что вес или плотность золота изменятся, и стойкость деревянных шестов будет другим. Так или иначе, я хотел бы всем пожелать хорошего дня и внимательного изучения Торы, особенно там, где это можно посчитать. Всего хорошего, с вами был Барух Юабов. Барух Юабов.